Смотрите, какая преблуда стоит. Сейчас зайду сюда. Меня продезинфицировали. Я в лабораторию заезжал. Забирал то, что отдавали. На 14 склад. Сейчас заеду. Надо забрать шпателя. И круг для болгарки, по-моему. Или шлифовочный какой-то. Так, вот круг такой жирный. Набор шатилей. На выгрузку заезжаю. Два заказа, только и опять на стройку поедем. Магазин через двор заезжать, выгружаться надо. Так, еще одна тачка залетела. Поэтому мне надо утропиться. Чтобы он меня перенесел. Чтобы он меня перенесел. Успел выгрузиться. Побыстрее, а то мужик заскочил. А они обычно долго выгружаются. У них там много товара. Пока пересчитают все. Так, гантельки смотрим. Выбираем. Ой, гриф мне такой нужен. Ну, такой гриф мне нужен. И эти блины. В общем, выбираю себе гантельки и латексные ленты. А жена с притяной? Ну, жена с женой, а спорт с спортом. Физкульт, привет, дядя! Салям алейку! Гуляем по спортмастеру. В принципе, здесь ничего интересного нет. А не то, что наши поясы. Нет, это для бабулек. Для бабулек. Такие уже примерки. Заседание модного суда объявляет открытым. Сейчас будем бананы мерить. Одни темные, другие светлые. Так, первый вариант. Походу я похож на Пиноккио. Так, оцените, как врать, не врать. Второй вариант. Я с огорода называется. Только с грядки. Так, напишите, как вам мои брыджики. Отстал я немного отмотан. Запишите бананы, какие должны быть. Вернее, бананы. Я думаю, они должны подлиннее, но в подвороте. Мне домой такой нужен. Прикольный. Так, зацените вот такую хреновину, если куплю. Можно вот так гонять. С бородой. В общем, пока бананы выбирал. Бананы. Магазин уже закрылся, и нас выгнали. Зато могу вам колесо наше показать. И дочь муросит. Не видно отсюда. Смотрите, какое колесико красивое. Два раза на нем катался уже. Высоты боюсь. Где наша бричка. Вот она. Вот и пробочка. Еще до Москвы не доехал. В понедельник уже еду в Москву. Порадовали меня с утра. Это приятная новогодняя суета называется. Во вторник в Москву. Так, завтра к нам приедет сама А4, я опять поеду в Москву. В общем, заказов много-много. Это перед Новым годом всегда так. В том году было так же. В том году я суетился, правда. Работал там прям вообще. Думал, премию дадут. Вот. Поэтому в этом году не стоит ждать премии и не стоит напрягаться. Ну и в пробочке сейчас стоять будем, конечно, неохота. А что делать? Не в то время я сегодня приехал. Стою полностью по пробкам. Такое здание, да? Офисное. Гипермаркет света. В общем, двигаюсь по пробкам. Сейчас еду на базу. Там надо разгрузиться, загрузиться. А потом еще в одно место ехать. Забирать мишуру новогоднюю для подарков. Меня просто конкретно вырубает. Потому что пробки, погода. Все это дает о себе знать. Еще плюс не выслался. Выбеспредел, чисто по второму ряду. Сейчас там вжать вверху будут, но будем пробиваться. Стоять такой пробки вообще, конечно, не коврелко. Беспредель, беспредель. Вам наверху встать в ряд, потому что там камера. На выделен кое-что пятерик штрафа. Резко в свой ряд заскочил. Сейчас вот эти теперь будут сюда ломиться. Раньше выезд нормально был. Сейчас сделали выделенку. Сразу выезжаешь, выделенка, потом дорога. И там камера висит. Что солярку впустим. Пускай заезжает такой же беспредельщик. Потому что... Я сейчас чуть не совершил ошибку на 5 косарей. Раньше пробку объезжал здесь по полосе. Но я только что заметил, что здесь камеру повесили. Видимо, повесили. Раньше, скорее всего, не было. Потому что раньше постоянно по выделенке я для автобусов гонял. Вроде штрафы не приходили. Хорошо, что я увидел. Сейчас бы поехал на пятерик. Таксист, блядь, поехал. Багажник забыл закрыть. Номер раз. А, он номер, наверное, закрыл. Поехал, чтобы камера его не сняла. Мне не верится, что я доехал. Время начала третьего. А, наша. Хорошо. Не, перепутываю, не наша. Ну, тоже тульская, но не наша. Выгружают машину Белевскую. У него там, по-моему, палетов 12, что ли. Потом я выгружаюсь. Их таких две вообще будет. Но выгрузят меня после него должны. И нашего отдела, московский, поехал в одну контору. Если ему отдадут два заказа, потому что у нас со вторым какие-то проблемы, то мне повезло. Он меня сюда привезет, и я отсюда поеду в Тулу. Но не повезло то, что там дикие пробки, и он встрял. Но еще хуже, что ему могут второй заказ не отдать, только один. И мне придется один забрать у него, и за вторым поехать туда же, где он сейчас толкается. И забирайте второй заказ. Это будет вообще-то хреново. Максимально. Минут через 10 он будет там, мину через вас можно позвонить, узнать, что ему там дают, не дают. Товарняк потихоньку катится. Сейчас узнаем, придется мне ехать или нет. Алло. Михан, здорово. Что там, забрал заказы, нет? Да. А два заказы или один? Два. Ну, то есть мне не придется сюда ехать, да? Черепан. Ну, где ты там, да, забирал, я не знаю. Не, в городе все вот так. А, ну хорошо. А что через Сок приедешь-то вообще? А там уже здесь, что ли? Да я уже давно здесь, уже час, наверное. У меня-то ее в дом строил. Да я еще что, они Белев выгружают. Ну что? Ну, они Белев выгружали, я ждал, сейчас буду сам выгружаться. А, ну окей, давай. Ага, давай. Все, ребятки, повезло. Походу мне не придется ехать туда, ему отдали два заказа. Я рад, как никогда. Ну, в принципе, что, радостно. Ну, неохота мне ехать по пробкам стоять, разумеется. И он минут через 15 приедет. Ну, меня выгружает, наверное, полчаса. Сейчас этот выезжает, и я заезжаю. Ты мне бумаги какие-нибудь даешь? Ну да, вот. Пар идет. Так, я выезжаю, загрузился. Время 4, у меня осталось 2 часа рабочего времени. Ну, пап, а кто это умножить на 2 можно смело? Паровоз до сих пор стоит. Хорошо, что не пришлось никуда ехать. Водила московский привез, что надо, поэтому прямиком в Тулу уезжаем. Сейчас главное проскочить в московские пробки, выскочить на трассу, и все. Едем прямо. Это состав, он отсоединен. Заехал на заправочку. В общем, смотрите, вся полоса практически зеленая. Ну, зелено-желтая, в некоторых местах чуть-чуть красная есть. Поэтому я хочу пока что успеть выскочить отсюда, а дальше в магазинчик заскочить. Просто хотел тут заехать в магазинчик пообедать. Ну, видимо, лучше на трассе, пока есть возможность по-быстрому проехать. Толкаемся по чуть-чуть на Амкаде. Пробка на 10 минут осталась. Но дело в том, что когда на 10 минут, то там впереди уже новая возрастает. Так, еще посмотрим. Вот красный уже должен заканчиваться. Сейчас будет зелененькая и поедем. Да, М2, все зеленое должно быть. 7,6 километров еще. За стилю в магаз взялся бананчики, водичку, сырки. В общем, все, что по кайфу. Так сказать, худеем. В общем, мне приятного аппетита. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.